Стокгольм Который соединяет Балтику И это озеро Зачем он мне снился Сметенный, нестройный Рожденный из глубин Не наших времен Тот сон от Стокгольма Такой беспокойный Такой уж почти и нерадостный сон Стоял на горе я Как будто народу О чем-то хотел проповедовать я И видел прозрачную тихую воду Окрестные рощи, леса и поля О Боже Вскричал я в тревоге Что если страна Это истина Родина мне Не здесь ли любил я И умер, не здесь ли Зеленые солнечные На этой стране И понял, что я заблудился Навеки В слепых переходах Пространства и времен Так писал Николай Кумилев О Стокгольме Действительно, Стокгольм Очень красивый город Я часто там бываю И даже не знаю чем Но почему-то он мне нравится Что-то к нему притягивает Некое спокойствие Считается, что люди появились На землях Швеции Около 12-14 тысяч лет назад То есть началась эпоха отступки Дней ледников И завоевания северных просторов Просторов человеком Вот в 4 веке до нашей эры Греческий странный географ Евдок Кницкий упоминал Что далеко на севере Где начинается страна гипербореев Есть холодное море В котором рождается янтарь И ретописцы англичане писали Там проживают славные гордые воины Получившие познание От гиперборейцев Владеющие тайнами солнечного мягкого камня Речь идет, конечно, о янтаре Действительно, это солнечный камень Балтики использовали ювелиры И целители еще в Древней Египте Более 4 тысяч лет назад В заливе, которое, как мы сказали Называется Котом Самый большой и самый плодородный остров В Скандинавии Остров этот все еще принадлежит Тевтону Так писал географ Помпони Мела В первой половине первого века Ну, в 10-11 веках Скандинавия считалась островом Так считали Подобного мнения придерживался Византийский историк Прокопики Сарийские В середине 6 века Многие из Южной Европы Пытались там побывать Но почему-то им не удавалось Освоить северную землю Пробиться Куда, где много янтаря Как они считали Не удавалось Впервые о Скандинавии, как о полуострове Говорится в книге немецкого хрониста Адама Берменского Вот его труп Есть у него труд Описание северных островов Который он написал в 1075 году И он приводит записки Монаха Ансгара Который он в 9 веке В 9 столетии Повывал на побережье Южной Швеции Оставил описание этой земли Достаточно много можно, конечно Вот я вел энциклопедию Читаю Что здесь написано Много можно почитать Интересного У Швеции Конкретно о Стокгольме Но есть ли смысл об этом Конечно, надо знать Но лучше побывать самому Поэтому Я вам всем рекомендую Просто посмотреть Маленькие зарисовки Которые я сделал Фотографии Маленькие видео Все это скомпоновал Посмотрите Накопите денег И поезжайте в Стокгольм Просто пройдитесь По улицам Красивые улицы Нормальные люди Все Смотрите Всем пока Всем привет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok